чтобы вы понимали насколько сегодня будет жарко я вам покажу как сильно под этим прямым солнцем нагрелась крыша нашей буханки у ты смотри она готовится она готовится прямо на крыше это будет жарко это же мой обед ты что творишь оставь и яйцо а ну на крючок не ты видишь она реально зажарилась здесь офигеть не надо было так моё яйцо мы специально выбрали сегодняшний день потому что сегодня на улице аномальная плюс 30 температура всем привет с вами снова я вячеслав исмаилов или живее как вы поняли из названия этого видеоролика и из его начала сегодня нам предстоит адский жаркий челлендж мы заберемся в нашу буханку сегодняшние наши президенты на победу это фото поля всеми известный прыгун он вызвался сам по вашим против в комментариях он хочет поучаствовать в сегодняшнем челлендже ты сам пришел никто тебя не звал что ты придумываешь ну или не знаю что-то позвал ну и конечно же вадим шлак ну я же как всегда победителем когда ты хоть раз побеждал в теле ну вот в этом видеоролике ладно посмотрим кто сегодня будет объясняю условия да начнется челлендж многим известно буханка как некая душегубка в свое время когда в советские годы на ней ра приходилось рабочим работать такую погоду выжить там было почти невозможно и сегодня мы попробуем оказаться в таких же условиях на улице плюс 30 градусов буханка уже целый день под прямыми солнечными лучами и нагрета почти до накала вы видели то что она спокойно жарит яичницу и внутри этой душегубки окажемся сегодня мы дамы и господа поздравляю вас с началом челленджа кто последний выйдет из буханки в 30 градусную жару тот получит 1000 долларов между прочим дороже чем эта буханка стоит суть очень простая кому станет душно кто захочет пить или раздеться тот уходит из буханки и больше не участвует в этом самом челлендже так что никаких никаких этих самых короче играем как играем кто вышел кто кому стало плохо кому стало дурно тот выходит и все тот проиграл а последний а последний получит тысячу баксов я боюсь я пожестче топлю под градусов 180 200 а тут градусов 25-30 не больше фигня к этому если быть точным то 41 здесь встроен термометр и я вижу что текущая температура 41 градус по цельсию я не понимаю что значит не жарко здесь 40 градусов плюс это замкнутое пространство и тут находится сейчас 6 человек по мере нашего дыхания она будет становиться все жарче и жарче как он так а чё ты молчишь то я знаю кто первый претендент на вылет потому что если я самый хитрый если что я реально намерен этот косарь баксов получить я одел шорты а все остальные в джинсах а прыгун сегодня вообще по зимнему одет хотя я думаю не только прыгун по зимнему одет я тоже подготовился чего вы думали что я ничего не знал что ли про это все я полгода к этому готовился я одел специально себе много одежды чтобы постепенно адаптироваться из начинать снимать каждую вещь постепенно сначала я сниму курточку потом я сниму кофту у меня там футболка даже две потом я сниму майку и начну потом снимать труселя до последних что подожди как к не надо рассказывать до чего-то там будешь снимать свои труселя правило челленджа номер один нельзя себя снимать одежду тебе придется до конца челленджа сидеть в том в чем ты сейчас одет и просто на секундочку посмотрите вот этот видеоролик про зимнюю магнитную рыбалку да вообще в любой видеоролик посмотрите зимний пётр там был в этой же самой одежде то есть ты одел зимнюю одежду чтобы в ней участвовать в челлендже так это же тем же лучше если я в одежде останусь полностью я пропотею до самого предела и все убегут отсюда все убегут а я останусь последний до конца ты себе очень уверен пётр может быть на кого-то твоя стратегия подействует но я тоже здесь до конца до конца мы не можем покидать буханку не можем так включи кондиционер климат-контроль там не знаю ты чё думаешь что ты в майбахе что ли да тут же есть кондиционер да надо включить кондиционер у вас же должна быть какая-то смекалка хорошо давайте включим кондиционер ну как кондиционер посмотрим что из этого получится конечно почему не по правилам то мне кажется это будет очень интересно сейчас все будет секунду это вообще-то печка ты другое включаешь что это такое что-то я ничего не понимаю а тут мы обсохли пензы нету у нас есть пензура запасная ну да или чё не понимаю где и чё-то у нас опять какая-то проблема и и вынесла что-то другое короче нет у нас кондиционера и буханка не заводится сколько часик никто не хочет выйти я думал я думал минут на 30 максимум и никто не собирается выходить серьезно никто не нужны бабки прогон прогонка как-то что прогон у него очень хорошо уже подожди умирать здесь тоже это не по правилам челленджа если тебе становится плохо ты выходишь если ты умрешь просто не станешь ты не получаешь тысячу в любом случае это тоже как конец челленджа почему и можно перечислить его родственникам то что он до конца до конца подожди до конца это твоя стратегия здесь что ли да я считаю справедливо будет его родственник слава не родственник он мне он отдал свою жизнь чтобы доказать этот выигрыш так что я считаю что выигрыш должен быть я не знаю если честно вот и кстати мне кажется ни в коем случае повторять не нужно ты должен всегда запомнить раз и навсегда что доширак нужно есть майонезом прямо берешь завариваешь и с майонезом прямо ну кетчуп тоже можно добавить и можешь перчику добавить ну кусочки нарезал допустим а можешь порошковый перчик чтобы астринка прямо на языке так что случилось я просто его совет давал я не знаю что все произошло я я не договариваются так что-то. Первый выбывший. Держись, все хорошо. Все хорошо. Ну что ж, по крайней мере, теперь у нас на одного претендента на победу меньше. И здесь уже прошло примерно полтора часа. Почти, почти полтора часа. Мы договаривались, как? Если тебе плохо, ты валишь отсюда. Кто сказал, что мне плохо? Я просто вспотел. Ага, вспотел он. Давай вставай и уходи. А ты знаешь, почему ты вспотел? Да потому что ты толстый. Толстые, они всегда потеют быстрее. Я серьезно говоря, много раз и наблюдал этот момент. Всегда толстые выходили. Всегда выходили они. Держитесь. Все с ума сошли уже. С ума пусть уходят из буханки. Выходите. Игорь, я нормально выгляжу? Все хорошо? Макияж? Ага. Вообще красота. Фу, это что, ваш пот здесь? Фу, это твой пот. Нет. Это всего лишь капельки. Капельки с тебя натекли. А что здесь такого? Кстати, если что, они соленые. Ты можешь даже проверить. Просто отвратительный запах. Пахнет, пахнет какими-то бобрами, кошками, потом, вонью. И чем только здесь не пахнет. Это мой Барсик, кстати, кот постарался. Что? Да, он мне метку поставил. Ну так уж и быть. В носке. Ну все нормально. Я думаю, что никто не выдержит. Никто не выдержит. Я с Барсиком сразу договорился. И он мне помог. Горок. Ну что? Выход там, если что. Там выход. Иди сам выходи отсюда. Фу. Выход там. Ужас. Ты что, ты говорил, Петя? Ну ты что, я... Ну горох съел немножко. Фу. Черт, Петя захватит. И так сложно было. Было так сложно. И еще слуха зная. Ну просто в холодильнике, когда я искал еду, кроме гороха ничего там не было. Я нашел банку гороха и сожрал ее. Чтоб сюда прийти. Сейчас бы пожрать. Сейчас бы пожрать. А доставку-то никто не отменял, да? Доставку в буханку-то можно оформить? Он к нам к челленджу доставщик присоединится. Сейчас бы холодные колы. Кстати говоря, кому-то придется открыть дверь, и тот вылетит. Холодные колы. Не желаешь ли? А тут открывается окно. Это тоже нарушает челлендж. А ты сказала, открывается только дверь. Все. Ну если только я. Да Ну чо? Че она глаза прячет? Отстаньте! Да отстаньте, не снимай меня! Ты сам постоянно свои глаза прячешь. А оната че прячет? А что ты прячешь глаза? Я кажется подозреваю, почему. Да блин что они снимают меня. Что? Ты открыла дверь, выходи давай. Да встаньте. Все. Да господи, что происходит на этой буханке? Всё разваливается, всё разваливается на пути. Где вообще-то твоя кока-кола, я тут же пить хочу. Сейчас придёт. Она не придёт, я перехватил заказ. Я перехватил заказ. Мне придёт эта кола. Или кола пионила, не знаю, что там придёт. Она придёт и выходит. Так что я победителем буду. Как вы думали, по поводу этого не договорились, а я уже договорился. Поставьте это безумное видео на паузу прямо сейчас. И напишите в комментариях. Я не могу просто. Сейчас она придёт. Придёт уже, чувствую запах. Пузырьки уже шипят. Так вот, надо поставить это видео на паузу и написать в комментариях, кто по-вашему сейчас из оставшихся претендентов выиграет в этом челлендже. Кто ответит правильно, тому я поставлю сердечко в комментариях. Но я вас уверяю, я буду победителем. Пишите в комментариях и мы продолжаем. Ну что, мы обстались втроём. Кто следующий? Ты. Я так не договаривался. Мы с тобой вообще ни о чём не договаривались. Да? Где моя холодная кола? Она вот в пути я заказалась. Вот вы думаете, я вспотел, потому что мне плохо? Потому что мне жарко? Мне башню напекло, да? Не-не-не. Это говорит о моём боевом преимуществе. Моя система охлаждения, мой радиатор внутренний. Он работает лучше, чем ваш. Вы не такие потные просто потому, что вы не так хорошо охлаждаетесь, как я. Да, мне жарко, но я охлаждаюсь. Я охлаждаюсь. А мне несут колу. Может быть договоримся как-то? Пол стаканчика... На пасошок. Колы? И нам принесли колу. Что? А у него... Стой, у него... Пол. Ты куда? Всё, хорооооооо 역ак! Укорректнулся в один шлаг, какая кола! Либо, ну, короче, набрал, наверное, ему плохо уже стало, он не выдержал просто тонально, и все. Ну что? Так, полстаканчика. Сейчас он тебя принесет, за ним выйди. Выходи за ним, он тебя вынесет. Слышишь, подержи камеру. Слышь, ты достал, хватит туда-сюда лазать. Блин, я для подписчиков вообще-то стараюсь, чтобы кадры разные были. Ага, в кадре задница, хорошо. Да я вообще не понимаю, зачем ты? Нормально бы сидел на этом месте и так хорошо. Ты же про меня видеоблог снимаешь, а не про Петра. Мне тебе, мне кажется, тоже есть что рассказать. Например. На каком мире? Эээ, слышишь ты? Я понял, что ты там в угол залез. Иди сюда, жулик. Я тебя сейчас урою. Что? Жулик, пошел вот. Почему? Смотри, а? Смотри, чтобы видели все. О-о-о-о. Смотри, я теперь за тобой слежу. Тут просто мухой жужжала, я ее выпустил всего лишь. Ты воздухом чистым дышал, а не этим пердявым. Муха летала просто здесь, жужжала. Ты сам напердел, я там ловил, получается, твои газы, а ты сам свежим воздухом дышал. Мы с тобой раз на раз, Петр. Мы свежие зато были, свежие газы, а не в 80-е годы. Свежий. Свежак. Я так низко, как ты падать не буду, но я бы тебе отомстил. Отомстил, ой как отомстил. Чем, газами? Фасолью. Вау. Походу, ребята, он все... Он почти уже упал. Нет. Все у меня нормально. Все нормально. Так что не надейся. Опа. Я тут до ночи готов сидеть. А, кстати, до ночи наступят, станет холодно. Ты-то, наверное, захочешь пить, есть, на акции пойдешь какие-нибудь искать. А мы-то это самое, мы здесь до конца. До конца. А какого конца? Дошедак же только у меня. Какой дошедак? Ну, у меня дошедак не запасился. Здесь лежит в куртке. Не буду доставать. А я и не буду его есть. Ха-ха-ха. Потому что его заваривать надо. На буханку его положи и ехать. И он заварится сам по себе уже. Блин, наверное, да. Только для этого вода нужно все. Это точно с ним. Может, сходить за ней? Слушай, это идея. Слушай, я чай в воду не взял. А ты же сходи за водой? Слушай, да, точно. Сходи за водой. Что-то сделаем доширак. Точно. Да возьми на сходи, ну. Сколько еще взять порции вам? Ну, на всех по одной бутылочке возьми. И сделаешь доширак. Я пойду доширак. Подожди. А. Что? Я не могу выйти. Почему? Потому что это же будет проигрыш. Я не знаю. Сам смотри. Ну, доширак-то ведь хочется. Блин. Доширак. Как же мне без доширака, да? Ночь ведь придется терпеть. Ладно. Ну, ради нас. Да. Ради подписчиков. Ради вас. Ради вас, ребята. Дорогие мои подписчики. Напишите, кстати, в комментарии, сколько обычно кто ест дошираков. Одну, две, три. А я обычно съедаю двойную порцию. Значит, четыре порции. Ладно, пофиг. Ты проиграл! Ты проиграл, Петр! За дошираком пошел. Ну, я не знаю. Видимо, ему тоже солнышко припекло. В головушку. И он решил это самое. Все. Сделано. Отлип я от муханки, Петр. Ты проиграл. В этом челлендже. А выиграл я! Ну, как ты выиграл? А так вот я выиграл. А я тоже с вами ведь сидел. Подписчики, напишите, кто победил. Значит, выиграл ты, оператор. Оператор выиграл. Это, мы с тобой договоримся по поводу выигрыша. Как неожиданный поворот, а? Я принесу сейчас всем двойную порцию и Кока-Колу захвачу. Надо поменьше. Я же думал, все. А то, реоператор. Ты все подстроил. Ты все подстроил. Ничего не подстраивал. Я не знаю. Ну, ведь... Ну, и по сути дела ты и выиграл, а с другой стороны нет. Ну, пусть подписчики напишут, как справедливо будет, кто победил. Ну, если подписчики... Если подписчики скажут, что победил оператор, то давай те деньги, которые ты выиграл, мы с тобой потратим на новые тачки или гаражи, чтобы купить их для подписчиков, а? Да, я знаю один аукцион, где можно купить за такие деньги как раз. Да, отгадаю. Королевский аукцион, не правда ли? Давай воспомнимся другим аукционом. Ладно. Короче, подписчики, исход этого челленджа, исход этого конкурса зависит только от вас. В любом случае, с вами был я, Вячеслав Исмавилов, или же Вия. Давненько мы не собирались для вас такой большой командой, такой большой компанией. Но если вам подобные видеоролики, челленджи нравятся, то обязательно ставьте лайк под этим видеороликом, а также пишите ваши комментарии, что добавить, что изменить, какие новые челленджи вы придумаете. Самые оригинальные я отмечу сердечко в комментарии, кому-то отвечу лично, а какие-то самые интересные идеи мы реализуем на нашем канале, и получается, вы можете стать историей, частью истории жизни Вия. Ну и повторюсь то, что видеоролики выходят здесь каждый день, поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы их не пропускать. Ну а с вами был я, Вячеслав Исмавилов, или же Вия. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.